Догнав Будду на улице, он попросил немедленно дать ему спасительное высшее учение. Будда дважды отказался, говоря, что сейчас не время. Но Бахия настаивал, повторяя, что нет способа узнать, где и когда нас встретит смерть. Будда согласился, продолжал монах, и тут же, прямо на улице, объяснил Бахии, в чем заключена высшая практика. Ты, Бахия, должен практиковать так. В увиденном будет только увиденное, в услышанном только услышанное, в ощущаемом только ощущаемое, в осознаваемом только осознаваемое. Так и тренируйся, и если достигнешь подобного, тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде. Ни здесь, ни там, нигде-либо между. Это, вот именно это и есть конец страдания. Монах замолчал, давая время погрузиться в смысл древних слов. Весьма походит на учение моей секты, в том смысле, что ставит ум в тупик, сказал я. Некоторые интерпретируют последнее предложение по-другому. Тебя не будет ни здесь, ни в трансцендентном, нигде-либо еще. Но это уже детали. Вы понимаете общий смысл наставления? Попробую помочь, сказал монах. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким способом существует человеческая личность? Только не говорите, что она пуста, это я понимаю. Мы, несомненно, имеем дело с иллюзией. Но как эта иллюзия появляется и исчезает? Я молчал. Возьмите мираж, продолжал монах. Он нереален, конечно, но у него есть понятный способ возникновения. Он появляется, когда из-за атмосферных явлений искривляются лучи света. А каков, по-вашему, механизм личности? Скажите вы, ответил я. Монах назидательно поднял палец. Личность всегда возникает как набор внутренних комментариев к прямому восприятию. Подумайте, разве это не так? Я пожал плечами. Вот, например, вы едите местный рис. Вы ощущаете его вкус. Само непосредственное переживание будет одинаково для берманца и японца. Но берманец, скорее всего, задумается, где бы ему найти рис на завтра. А японец решит, что рис приготовлен неправильно. И вспомнит про обстоятельства, из-за которых он ест неправильно приготовленный рис в мокрых джунглях. «Как только ум отказывается от комментариев, — продолжал монах, — остается лишь чистый вкус риса. И личность исчезает. А как только исчезает личность, естественным образом исчезает страдание. Потому что оно, я говорю не о физическом неудобстве, а именно о страдании, тоже имеет природу внутреннего комментария к происходящему. Личность и страдания — это сестры-близняшки. Они сделаны из одного и того же материала. Расставаясь с одним, мы расстаемся с другим. А на каком этапе подобной практики личность исчезает окончательно? Через сколько лет? Монах засмеялся. Вот типичное заблуждение ума, привыкшего ковыряться в концепциях. Думать, что личность исчезнет в результате практики, когда-то в будущем, означает признавать за ней устойчивую реальность. А личность на самом деле просто вредный эффект, возникающий каждый раз, когда вы морщитесь или улыбаетесь. Она исчезает, как только вы перестаете рефлексировать по поводу своих рефлексий. Это как запах подмышек. Он пропадает всякий раз, когда вы находите время помыться, а не через много лет после того, как вы начинаете священный путь к чистоте. В осознаваемом только осознаваемое, повторил я. Но эти слова относятся и к мыслям тоже, разве нет? Конечно. А что плохого в мыслях? Проблема не в спонтанно возникающей мысли. Проблема в том громоздком и длинном внутреннем комментарии, который она вызывает в омраченном рассудке. Одна тащит за собой другую, другая третью, и возникает лавина. Мысли размножаются, как кролики. В языке «пали» есть даже специальное слово для такого процесса. Папанчо. С мыслями надо бороться? Спросил я. Нет. Если в мысли будет только мысль, она исчезнет сразу после появления. Есть огромная разница между одной мыслью и трансом, где самоподдерживающиеся гирлянды мыслей комментируют друг друга и заставляют нас совершать ужасные вещи. Человеческая личность и есть этот транс. Понимаю, сказал я. Что же, вы совсем запрещаете уму комментировать происходящее? Нет, ответил монах. Вы ничего никому не запрещаете. Запрещать некому. Но если ваша практика успешна, внутренний комментарий высыхает и отпадает, как корка. Это и есть прекращение страдания. Или прекращение личности. А как это соотносится с пустотой? Никак, улыбнулся монах. Практикуя как Бахия, вы не даете возникнуть ни уму, ни пустоте, ни природе Будды, ни прочим игрушкам Махаяны. Философские концепции оказываются лишними. Разница между постижением пустоты и практикой Бахии в том, что вы не пытаетесь увидеть происходящее как пустое. Вы сливаетесь с непосредственной реальностью момента. С тем, что проявляется прямо сейчас. Что бы оно ни было. Увиденным, услышанным или подуманным. Вы больше не видите ястреба, дерево или тряпку. Потому что все это лишь концепции. А что вы видите вместо этого? Спросил я. Вот это или вот то. Но вы обходитесь даже без такого названия и комментария. Сначала вы приближаетесь к непосредственному опыту вплотную, сняв очки концепций и идей. А потом оказываетесь так близко, что полностью исчезаете как наблюдатель. Остается только сам акт восприятия. Вы не говорите, что реальность пуста. На ярлыки предисловие и послесловие времени не остается. Но природа ума действительно пуста, сказал я. Что вы сейчас сделали? Засмеялся монах. Вы на ровном месте создали две концепции. Нет, четыре. Природа, ум, действительность и пустота. А потом перекинули между ними абордажные мостики. Теперь вам необходим пират, который станет по ним бегать. Вы будете кормить его всю жизнь. Пират проживет ее вместо вас. А перед вашей смертью виновата разведет руками и скажет, что ничего не вышло. Вот, если коротко, обычный путь последователя Махаяны. Хорошо, сказал я, допустим. Но вы не ответили. Если вы больше не видите ястреба или дерево, что вы видите вместо них? Вот тут самый раз было бы ударить ладонью в пол, засмеялся монах. Но мы договорились беседовать по-человечески. Вы видите то, что видите. Вернее, видите уже не вы. Видимое просто проявляется. Вы становитесь потоком быстро сменяющихся восприятий в той последовательности, в какой они происходят сами по себе. Вы не пристегиваете к ним воспринимающую личность, созданную из комментариев ума. А если комментарии все же возникают, спросил я, тогда это просто другая последовательность сменяющихся восприятий. Вы не делаете исключений ни для чего. Увидеть человека таким образом будет сложно, сказал я. Когда мы воспринимаем другого, он почти весь состоит из наших комментариев и оценок. Да, но я ведь говорю, примените тот же принцип. В комментариях Абахия только комментарии. Вы можете присутствовать в каждой из этих мыслей точно так же, как в прямых восприятиях всего остального. Вернее, он снова поднял палец. Не присутствовать, а полностью отсутствовать. Это и есть настоящее присутствие. С мыслями это сложно. Но возможно. Суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями и оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете. Вернее, вы не ввинчиваетесь в реальность. Скорее, вы перестаете из нее ежесекундно вывинчиваться. На прокладку из «я» просто не остается времени. Его не остается даже для вашей любимой пустоты. А если «я» все же возникает? Если вы поняли суть метода, когда «я» возникает, это просто «я». А обычное «я» разве не просто «я»? Вы должны почувствовать различия сами. Происходит то, что происходит, и вас в этом совсем нет. Так можно сказать и про грешника в аду, и про архата в восьмой джане. Разница, однако, значительна. Я кивнул. «Будет лучше», — добавил монах, «если для начала вы станете тренироваться, опираясь не на мысли, а на звуки или ощущения тела». Я догадывался, о чем он говорит. Когда я практиковал в молодости, частью моей медитации было дыхание через равновесную точку Хара под пупком. Стараясь настроиться на нее, я отслеживал возникавшие там ощущения. Часто бывало, что они сменялись очень быстро, и следя за ними, я терял контроль над происходящим. Чтобы восстановить его, я переходил к глубоким вдохам и мантрам. Берманец предлагал, так сказать, уволить контролера. Но ведь практике необходим какой-то якорь. Иначе я вдруг увидел мысль про контролера просто как мысль, и она сразу исчезла. Тут я понял, наконец, что берманец имеет в виду и каким должен быть якорь. Теперь мне казалось, что старый берманец прекрасно выразил сокровенную суть дзен, которую сам я видел прежде не до конца. Вернее, это сделал Будда, говоря, с Бахии.